Ну что, соло, друзья мои, я приглашаю первого участника. Всем добрый. Юлиана, привет. Я думаю, слова здесь лишние. Давайте пожелаем Юлиане удачи, ты её знаешь из проекта «Танцы на ТНТ», ты её тоже знаешь, я ей восхищаюсь. Поехали. Привет. Хочу с тобой вот что обсудить. Ты безумно видоизменилась внешне, технически, то, что ты сделала со своим телом. Я хочу понять, вследствие чего это произошло. Это рост, это, знаешь, это мания перфекциониста. Я называю это так. Последние четыре года мою жизнь занимает исключительно творчество, тренировки, танцы и сцены. Сейчас на проекте я осталась единственная девушка, кто танцует на каблуках в номинации соло. И, безусловно, это большая ответственность. Стрип — это очень конкурентно способный стиль. Он абсолютно уже многогранен. Ты можешь танцевать о чём хочешь. Это исключительно наличие обуви на каблуках. То есть это не подразумевает какого-то сексуального подтекста уже давно. Это точно такой же полноценный стиль, где ты можешь самовыражаться с любой эмоцией, с любой историей. Человек на очень высоком уровне в том, что она делает. То есть она очень сильно верит в историю своего почерка, своего стиля, своей интерпретации. И то, как она это делает, это, конечно, очень круто. Я просто безумно люблю то, что я делаю. А люди просто это чувствуют. И я безумно рада, что я могу станцевать здесь на проекте, потому что проект — это тоже очередной огромный этап. Короче, я хочу продолжать только радоваться за тебя. Я не буду тебя отвлекать. Если тебе нужен настрой, я это очень понимаю. Сиди, продолжай. Всё, спасибо, удачи тебе. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как же это всегда стильно и красиво у тебя получается. Как тонко, филигранно. Спасибо, Лизан. Паша, мне кажется, за нас двоих я все сказала, правда? Да. Вполне. Если не нужны никому продолжения вечером дома, то да. Но нет, давай. Ну, если честно, так вот, без этих семейных шуточек, я знаю просто, Лизан в свое время репетировала, ну, не будем говорить, похожий номер, но что-то... Похожего нет. Нет, не похожий номер, но что-то вот из этого. Вы просто не представляете, какое адское усилие, сколько труда, сколько синяков. И бедные девочки, которые занимаются в этом жанре, какие они разбитые приходят домой. Какие красивые. Браво! Вова! Королева в выборе костюма, музыки, образа, в движениях, в динамике своей. Браво! Спасибо. Мигель. Все идеально. Спасибо большое. Коротко и емко. Обожаю. Спасибо тебе. Спасибо. На самом деле, я немножко поверила в себя, но сейчас будет второй этап. И я знаю, с кем я. Это Юлиана Копцева. С Копцевой? О-о-о-о! Вот это встреча! Я не завидую членам жюри. Я считаю ее профессионалом. Она очень красивая. Она умеет правильно себя подать. Очень факторный артист. Видно, что много работы. Я думаю, что человек с классическим образованием. Не могу сказать, что мне откликается эта энергия, как зрителю. Может быть, я люблю немножко более сложно сочиненные, более экспериментальные формы. Но, по крайней мере, это очень красиво. И мне приятно быть с ней в баттле. У нее шансы очень большие. Но я не боюсь. Давай позовем твою соперницу. Ой-ой-ой! День и ночь. Просто реально день и ночь сейчас будут соревноваться. А теперь решение. Вова, с тебя начнем. Одна из вас, она для меня в таком поле очевидном и вроде бы даже понятном делает что-то большее, делает что-то овер. И работает не просто как артист, а работает как художник. И это заставляет меня делать такой выбор. Мигель. Айгуля. Меня удивляет то, как ты, такая скромница, в тот момент, когда начинаешь танцевать, просто когда руки открываешь в стороны, я понимаю, что они вытягиваются на какое-то бесконечное расстояние. Ты заполняешь собой все пространство. И невозможно от тебя оторвать глаз. Абсолютно два разных человека. Юлиана. Мне так понравился твой первый номер. И я никак не могу еще перебить от него впечатление. То, что я увидел сейчас, отличная работа, очень сильная. Ты, королева, как сказали уже, и много чего доказал, и, мне кажется, докажешь. Но все-таки эффект первого номера склоняет меня сегодня вот к такому вытру. 1-1. Паша, финальное решение за тобой. Да что же вы делаете, негодяи? Доверили мне все в итоге. Заранее простите меня за любое решение. Потому что я считаю, что такой человек, как я, в такой среде, как эта, не должен принимать таких судьбоножных решений. Но что делать? Какая удивительная штука танец все-таки, да? Перед нами стоят ангел и демон, фактически. Которые танцевали даже для меня танец демона и ангела. Но это на сцене. А как есть в жизни, Бог его знает. Может быть, даже и совсем наоборот. И в этом есть эта магия. Что, когда ты не знаешь человека лично, не видел никакой танец до этого, ни первый, ни второй, ни третий, а можешь оценивать только с чистого листа, ты находишься именно в этом моменте. Именно в этой точке. И для меня только эта точка, в которой мы находимся, является и отправной, и финальной. Конкретно в вашем баттле. Твой номер был воздушный. Был невероятный. Был великолепный. Но твой сразил меня на повалку. Ирина Копцева проходит следующий тур. Айгуля! Это было очень красиво, девочка. Я счастлива. Ну, хотелось, конечно, пройти бы дальше. Но я не плачу от того, что я не прошла. Я просто немножко устала, наверное, и все. Может... Не знаю. Прикрасно. Твоя спина, твои ноги бесконечные какие-то. Не хочу тебя видеть. Все. Не могу на тебя смотреть. Завидую уже, жутко завидую. Спасибо. Все, пока. У вас, Татьяна, такое кушаем. Спасибо. Я же первый раз виделась на номер. Спасибо. Спасибо.